Давайте сегодня поговорим о селении. Если селен преобразует энергию света в электрическую, значит, он может действовать только при свете. А что в человеке реагирует на свет? Конечно, глаз. То есть мы смотрим в телевизор, который работает на селении, глазом, который тоже работает на селении. Довольно долго это предположение оставалось лишь предположением. Ну а потом медики обнаружили селен в сетчатке. У человека его оказалось немного, около 7 микрограммов. Зато у зоркого орла в 100 с лишним раз больше, 780 микрограммов. Позже в опытах с кроликами была установлена прямая зависимость между остротой зрения и содержанием селена в глазах. Человекам селен лучше усваивается в органической форме. Но содержание селена в почве так мало, что думать о естественных способах получения селена, например, в растениях, которые берут его из земли, не приходится. Однако сейчас селенам научились обогащать дрожжи, которые впоследствии можно выпить в виде таблетки. Потребность человека в селении невелика. Всего 50-100 микрограммов на килограмм рациона.